Дмитрий Медведев Есть ли в России системы, способные преодолеть любую ПРО? Появление в российской армии нового рода войск, отрядов воздушно-космической обороны. По силам ли нам ракетное бремя? Мнение специалиста. Ведет программу политолог Эраст Галумов. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы встречаемся вас в эфире Международной панорамы. И будем обсуждать с вами события, которые волновали нас на этой неделе. 23 ноября этого года президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев выступил с заявлением по противоракетной обороне Европы. Событие это не могло не взволновать нас, россиян, нашу общественность. Не могло не взволновать и западных аналитиков, которые активно вступили в обсуждение этой, на мой взгляд, достаточно серьезной и очень важной для всех темы. Для того, чтобы разобраться в перипетиях этого вопроса, мы пригласили сегодня в студию Путилина Бориса Гавриловича, доктора исторических наук, профессора, академика Российской Академии естественных наук. Здравствуйте. Для того, чтобы приступить к обсуждению этой темы, я предлагаю посмотреть заявление президента Российской Федерации по ПРО в Европе. Мое обращение к вам связано с той ситуацией, которая сложилась вокруг противоракетной обороны государства НАТО. Сложилась в Европе. В связи с этим, мною приняты следующие решения. Первое. По моему поручению, Министерство обороны России незамедлительно введет в боевой состав радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении в городе Калининграде. Второе. В рамках создания системы воздушно-космической обороны России в первоочередном порядке будет усилено прикрытие объектов стратегических ядерных сил. Третье. Стратегические баллистические ракеты, которые поступают на вооружение ракетных войск стратегического назначения и нашего военно-морского флота, будут оснащаться перспективными комплексами преодоления ПРО и новыми высокоэффективными боевыми блоками. Четвертое. Вооруженным силам мною поставлена задача по разработке мер, обеспечивающих при необходимости разрушение информационных и управляющих средств системы ПРО. Указанные меры являются адекватными, эффективными и малозатратными. Пятое. Если перечисленных мер будет недостаточно, Российская Федерация разместит на западе и на юге страны современные ударные системы вооружений, обеспечивающие огневое поражение европейского компонента ПРО. Одним из таких шагов станет развертывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининградском особом районе. Будут подготовлены, а по мере необходимости, реализованы и другие мероприятия по противодействию европейской составляющей американской противоракетной обороны. Вот такова ситуация. Слова президента, они заставили нас почувствовать, что мы действительно страна, что мы держава, что если что, мы готовы дать какой-то отпор, ответ. Как ваше мнение по этому поводу? Во-первых, тема касается наших жизненно важных интересов. Без какой-либо скидки. Дело в том, что у нас врагов нет, противников нет, поскольку у нас есть ракетно-ядерные вещи. И все эти события последних лет, когда и армия претерпела крупные изменения, несмотря на это, наличие ракетного щита, обеспечивают нам спокойную жизнь уже на протяжении более чем 50 лет. Ну вот смотрите, проблема, на наш взгляд, во всяком случае, судя по заявлению президента, она не такая сложная. Мы хотим обеспечить свою безопасность. Мы хотим, чтобы те ракеты, которые вдруг полетят на нас, а в ответ мы в своем стратегическом противодействии должны что-то отправить туда, мы хотим, чтобы этот паритет соблюдался. Мне кажется, что это понятно всем. И ни у кого не возникает вопрос. Вместе с тем, почему-то американцы и европейцы считают, что мы, вот это про, которое они хотят разместить сейчас в Европе, в том числе во многих странах Европы, в том числе и надводного базирования, и подводного, там достаточно серьезная система, что это не угрожает России. Вот на что рассчитывают западные, скажем, идеологи, западные вещатели вот этой информации? Откровенно говоря, на наивность наших зрителей. Дело в том, что в нашей пропаганде никогда не рассказывали подлинную сущность договора по противоракетной обороне, которая была заключена еще в 1972 году. А она довольно ясно обосновала, что заложено в противоракетную оборону любой страны. Впервые вопрос по противоракетной обороне начали ставить американцы. Они посчитали, что это важный компонент. Мы ограничивались все же контролем над стратегическими наступательными вооружениями. Вот как произошла метаморфоза изменения вот этой темы исторически? У американцев, да и вообще на Западе, если это им не угрожает, то все, кто говорит о том, что опасно, это не так страшно. И в Карибской кризисе впервые они посчитали, что вся территория США попадает под удар. А перед этим они разместили ракеты, оперативно-тактические, в Турции и еще должны были разместить в Великобритании. Но это угрожало не им, а нам. И поэтому восприятие было, ну что, русских надо держать на мушке. А когда стали угрожать им, тем же самым, это сразу потребовало вопрос о противоракетной обороне. Все дело в том, что американцы, развертывая свое ПРО в Европе, стараются создать противоракетную оборону территории Соединенных Штатов Америки. Речь идет о незащите Европы, о том, чтобы перехватить наши ракеты, которые летят туда. На начальных этапах траектории. То есть Европа в данном случае, она будет пострадавшей стороной, потому что осколки будут падать на Европу. Речь-то идет о том, что нарушается принцип взаимозависимости. Давайте посмотрим сюжет по истории развития противоракетной обороны. Противоракетная оборона ПРО Комплекс мероприятий разведывательного, радиотехнического и огневого характера, предназначенный для защиты охраняемых объектов от ракетного оружия. Противоракетная оборона очень тесно связана с противовоздушной обороной и часто осуществляется одними и теми же комплексами. Понятие противоракетная оборона включает в себя защиту от ракетной угрозы любого плана и все средства это осуществляющие, включая активную защиту танков и средства ПВО, борющиеся с крылатыми ракетами. Однако на бытовом уровне, говоря о ПРО, обычно имеют в виду стратегическую ПРО, защиту от баллистической ракетной составляющей стратегических ядерных сил. Договор об ограничении систем противоракетной обороны ПРО подписан 26 мая 1972 года США и СССР. Так как срок действия этого договора не ограничивался, то Россия, как правоприемница Советского Союза, стала впоследствии одной из его сторон. Данный договор зафиксировал обязательство сторон отказаться от создания, испытания и развертывания систем или компонентов ПРО, морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования для борьбы со стратегическими баллистическими ракетами, а также не создавать системы ПРО территории страны. Каждая сторона обязалась иметь не более двух систем ПРО вокруг столицы и в районе сосредоточения пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, где в радиусе 150 километров могло быть развернуто не более 100 пусковых неподвижных противоракетных установок. Позже, в июле 1974 года по дополнительному протоколу к этому договору разрешалось иметь только одну такую систему либо вокруг столицы, либо в районе пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Однако США де-факто нарушили договор по ПРО, передав на территорию Норвегии радиолокационную станцию «Глобус-2», испытанную в качестве элемента ПРО, и включив ее в феврале 2001 года. А 13 декабря 2001 года президент США Джордж Буш-младший де-юре уведомил президента России об одностороннем выходе США из договора по ПРО, после чего, согласно его положениям, он сохранял силу еще в течение шести месяцев до 12 июня 2002 года. Нет ли предположения, что вообще вся эта инициатива по ПРО это тоже какой-то дутый пузырь, который хочет нас, так сказать, вот в геополитическом, стратегическом и вообще в политическом плане поставить нас в какую-то ситуацию и что-то у нас выторговать у страны, которая сейчас находится в таком достаточно позитивном экономическом тренде, с нашими газовыми контрактами и так далее. Потому что, когда пришел Обама и мы начали, нажали все вместе вот эту кнопку перезагрузка, которую тогда Хилари Клинтон кажется притащила. И, кстати, на этой кнопке было написано не перезагрузка, а загрузка. Они неправильно перевели это слово. Вот тогда же как раз Обама заявил, что мы пересмотрим тему ПРО и вроде бы она как бы ушла на второй план. И сейчас вот она вдруг в полную силу опять появляется. Не является это некой политической спекуляцией, скажем, для того, чтобы вынудить нас мобилизовать наши силы, финансы, ресурсы. Либо это может быть предвыборная какая-то риторика, потому что выборы, ну понятно, что здесь у нас с выборами все нормально, а вот у американцев-то не все нормально с выборами. И там еще исход этих выборов не ясен. Вот как бы вы прокомментировали вот эту ситуацию? Ну, насчет влияния на выборы это очень сложно, потому что начал борьбу с существующим договором ПРО предыдущий президент, который не был демократом, а был республиканцем. Да, но Обама как бы как раз и немножко демпфировал все эти вопросы. Он демпфировал, но опять вернулся к тому, что он начал еще Буш, поэтому трудно сказать, кто там, это не зависит, это республиканец или демократ. Просто сама психология американского эстеблишмента заключается в том, что они должны диктовать с позиции силы. А вот вообще это правильно, что мы как бы вот на силу противопоставляем силу свою тоже. Мы говорим, что вы так, а мы вот, может быть, нужны какие-то дипломатические меры, более тонкая игра, скажем, на этой шахматной доске. С американскими тонкие игры я в них не верю, честно. Потому что американец, он не верит в тонкие дипломатические игры. Он понимает силу. Поэтому, наверное, Владимир Владимирович Путин на Валдайском форуме как раз заявил, что нам нужно меньше 30 минут для того, чтобы стереть с лица Америку. Они, кстати, уцепились за эту фразу и во всех критических комментариях по поводу заявления Дмитрия Анатольевича они приводили эту фразу Путина. Проблема 30 минут это глупая проблема, потому что она существует с 1972 года, когда у нас появились стратегические ядерные силы, способные донести ядерные боезаряды до Соединенных Штатов Америки. просто за 30 минут из России из СССР ракета долетает до США и ничего в этом нового Путин не сказал. Он просто подтвердил старую истину о том, что ракеты летят 30 минут. Я предлагаю посмотреть сюжет о том, как комментируют заявления президента России западные средства массовой информации и западной политики. США не откажутся от развертывания системы ПРО в Европе, несмотря на угрозы Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Марк Тонер. Он заявил, что американская система ПРО в Европе не будет направлена против России. Наши намерения это следствие растущей угрозы для наших европейских союзников со стороны Ирана. У России нет ни малейшей причины предпринимать какие-либо контрмеры военного характера, потому что система ПРО не повлияет на стратегический баланс между Россией и США. Представитель Белого дома Томми Вайтер пообещал, что США продолжат добиваться сотрудничества с Россией. В то же время он отметил, что работа по развертыванию ПРО в Европе продвигается хорошо, и Соединенные Штаты не видят никаких причин отказываться от своих намерений. США договорились о размещении элементов ПРО с властями Испании, Нидерландов, Турции, Чехии, Польши и Румынии. Полностью развернуть систему планируется к 2018 году, однако она начнет функционировать уже в 2012 году. Полагаю, что мы на это вне всякого сомнения должны реагировать серьезно. Формы реакции и старания должны убедить Россию, что она не должна вести себя столь воинственно. Это мы должны осуществлять совместно с партнерами по НАТО. С трудом скрывал свою озабоченность по поводу неожиданно жесткой риторики со стороны Москвы премьер-министр Литвы Андрюс Кубилиус. Глава МИД Литвы Аудронюс Ажубалис выразил убежденность, что эта система ПРО обеспечит безопасность всех членов НАТО, при том, что Альянс в свою очередь остается открытым для сотрудничества двух отдельных НАТО и России и СистемПРО. Прибалтийские дипломаты заверили, что жесткие меры, озвученные российской стороной, не были спровоцированы действиями НАТО и стран-участниц Альянса. По нашему мнению, Лиссабонское соглашение Совета Россия-НАТО 2010 года о сотрудничестве в устройстве системы противоракетной обороны по-прежнему остается в силе, отметил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Вот американцы как раз и говорят, что у вас есть возможность преодоления этого ПРО, которое мы ставим. Чего же вы тогда волнуетесь, собственно? Чего волнуетесь? Ну, просто с чисто бытовой точки зрения. Если ваш друг вдруг вытаскивает пистолет и у вас от него защиты уменьшаются и ваш бронежилет может быть пробит этим пистолетом, как вы будете реагировать? Буду нервничать. Будете нервничать. А почему мы не должны нервничать? Я возвращаюсь к заявлению президента. Он в конце сказал очень хорошие слова, что мы дверь не закрыли, дверь остается открытой, мы готовы к обсуждению для всех стран и во всяком случае это не ультиматум. И кстати западные американские аналитики ухватились за эту мысль, что действительно есть большой позитив в этом заявлении. И в частности одно из требований этого заявления были некие юридические гарантии. Юридические гарантии о том, что эти противоракетные системы не будут направлены против российских баллистических ракет. таким образом стратегический баланс будет сохранен. Насколько возможно поверить юридическим гарантиям? Насколько американцы все же готовы нас допустить к этой системе в условиях уже сегодня сложившейся обстановки и таким образом в конечном итоге потерять тот самый элемент давления которыми они сейчас прибегают? Готовы ли они? Имеют ли эти переговоры перспективу в сюжете? На мой взгляд всякие переговоры имеют перспективу потому что плохой мир лучше чем хорошая война. Но проблема то в чем? Если бы они нам дали гарантии юридические то они должны были бы сказать какие противоракеты они поставят? На каком участке траектории эти противоракеты будут перехватывать боеголовки и мы могли бы контролировать? А пока нет таких гарантий и мы не можем контролировать то остается только один вопрос на слово можно верить? Борис Горелович хотел бы увязать проблему ПРО и проблему СНВ о котором сейчас тоже очень много говорят давайте перед тем как перейти к этой теме посмотрим небольшой сюжет Договор СНВ-1 был заключен между СССР и США 31 июля 1991 года в Москве и вступил в силу 5 декабря 1994 года уже после распада Советского Союза и переброски ядерного оружия оставшегося в Белоруссии и Казахстане и на Украине в Россию установлены срок его действия 15 лет Условия договора запрещали любой из сторон размещать на боевом дежурстве более 1600 единиц средств доставки ядерного оружия Максимальное количество самих ядерных зарядов ограничивалось 6 тысячами 6 декабря 2001 года было объявлено что Россия и США выполнили обязательства по договору В 1993 году Борис Ельцин и Джордж Буш подписали договор СНВ-2 который должен был вступить в силу в день обмена ратификационными грамотами но не ранее вступление в силу СНВ-1 СНВ-2 был ратифицирован в США в 1997 году в России в 2000 году однако после выхода США 13 июня 2002 года из договора по противоракетной обороне Россия на следующий день объявила об отказе участвовать в СНВ-2 договор предусматривал сокращение к 1 января 2003 года числа боезарядов до 3500 единиц в марте 1997 года в ходе консультации в Хельсинки Ельцин и Клинтон договорились о незамедлительном начале работ по СНВ-3 сразу после вступления в силу СНВ-2 в СНВ-3 версии 1997 года планировалось установить потолки на уровне 2 и 2,5 тысяч стратегических ядерных боезарядов и возможно придать договору бессрочный характер переговоры по этому соглашению были безрезультатными договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3 двусторонний договор относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года договор рассчитан на 10 лет с возможной пролонгацией по взаимной договоренности сторон на 5 лет им предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц межконтинентальных баллистических ракет баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц срок действия СНВ-1 истек 5 декабря 2009 года договор СНВ-3 заменил СНВ-1 и отменил действие договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 2002 года Ваше мнение по поводу увязки этих двух проблем СНВ и проблема ПРО вот что вы можете сказать значит тут прямая увязка состоит в том сколько ракет полетит и сколько ракет ПРО может перехватить причем так сказать минимальное количество ракет у обеих сторон должно превышать 3000 ядерных боеприпасов Мы этот паритет сохраняем сейчас Вот поэтому во всех последних договорах мы не опускаемся ниже полутора тысяч у каждой из сторон Ну сегодня мне кажется нет ни одной страны мы должны констатировать этот факт которая могла бы сравниться с военной мощью США так сказать военно-морским флотом и так далее Кроме России Ну мы вместе мы уязвимы для американских ракет которые могут подводить с севера свои для американских сил стратегические я имею ввиду которые базирование подводного базирования надводного тут мы кстати не защищены поэтому не защищены абсолютно да и вот наша возможность поразить их территорию есть единственный способ поддерживать этот баланс и чувствовать себя спокойно правильно поэтому и хотят этот баланс нарушить в свою пользу Борис Галович я хочу вас поблагодарить за то что вы нашли время и пришли в нашу студию а мы продолжаем программу и будем говорить о инициативах России в рамках противоракетной обороны и заявлений президента Медведева по ПРО в Европе Далее в программе есть ли в России системы способные преодолеть любую ПРО появление в российской армии нового рода войск отрядов воздушно-космической обороны по силам ли нам ракетное бремя мнение специалиста мы продолжаем нашу программу и у нас в гостях Петр Григорьевич Белов доктор технических наук руководитель отделения геостратегии Академии геополитических проблем здравствуйте Петр Григорьевич мы обсуждаем заявление президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева по ПРО о размещении противоракетной обороны в Европе которая вызвала очень много споров как с одной стороны так и с другой стороны кроме того критика прозвучала не только с запада но и у нас некоторые эксперты аналитики сказали что это заявление чрезмерно по своей сути поскольку ставит некие ультимативные какие-то барьеры как вы считаете дает ли возможность заявления нашего президента искать компромиссы с западом и есть ли возможность компромисса в решении вот такой острой проблемы стратегического ядерного баланса да это действительно было неординарное выступление казалось бы с чего бы это но в действительности процессы взаимодействия с Соединенными Штатами ну вообще и блоком частности тенденция такова что она чревата если не принимать каких-то серьезных мер то как у меня представляется между 15 и 20 годом этого столетия будет установлен насильственный мировой порядок Соединенными Штатами это необходимо им для того чтобы продолжить удерживать золотой стандарт жизни но дело в том что сейчас возник так называемый ресурсно-демографический вызов обусловленный исчерпанием запасов энергоресурсов я имею ввиду углеводороды руд некоторых цветных металлов и это есть препятствие в Соединенных Штатах называют что экологическая безопасность угрожает национальной безопасности Соединенным Штатам поэтому продолжить высокий уровень жизни можно лишь подпитывая запасы за счет перераспределения Соединенные Штаты и так доминирующая экономическая держава и я думаю что во всяком случае на сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнения что она будет доминировать в том числе и в 21 веке вот вы как скажем человек хорошо знающий эту проблему проблему гео стратегического противостояния проблему ресурсную как вы можете оценить вот опять возвращаясь к проблеме про вот именно этот конфликт потому что для многих он кажется тупиковым есть ли выход из этой ситуации в рамках того что вы сказали что идет борьба за ресурсы и в рамках экономического кризиса мы все же пытаемся найти выход из этой ситуации да я не совсем согласен что Соединенным Штатам гарантировано процветание в этом веке да военно-политическое есть будет они тратят на оборону больше чем весь остальной мир но здесь китайская народная республика образуется и уже есть мнение другое что Соединенные Штаты уступят лидерство а что касается ПРО это важный момент потому что важно иметь еще ощущение безнаказанности и вот когда полное значит превосходство военном положении плюс гарантированный антиядерный зонтик это позволяет уже действовать совершенно иначе если ПРО это оборонительная система а Эскандер наступательная кто даст команду вообще это дело можно истолковать так как мы готовимся нанести какой-то упреждающий удар в начале используем Эскандер выведем интернационалитические средства потом быть может еще и применим что-то это неудачное решение и на мой взгляд может быть оно не так примитивно вот там есть какие-то сложные военно-технологические секреты которые мы не можем распознать другие соображения которые упоминались там вот например намерение значит найти основания для выхода из последнего договора по сокращению исторических наступательных вооружений ДСНВ я буду называть действительно там есть очень важный пункт впервые в этом договоре в отличие значит от практики предыдущей появилось требование обмена телеметрической информацией я бы хотел я бы хотел разъяснить что этот договор был инициирован Соединенными Штатами впервые за 40 лет первая инициатива Соединенных Штатов была в 71 году когда был издан договор ОПРО потому что Советский Союз начал окружать столицу такими устройствами американцы забеспокоились после этого все остальные договоры принимались по инициативе нашего руководства и вдруг спустя 40 лет и спустя 3 года после известной публикации Foreign Offers когда два профессора Соединенных Штатов промоделировав пришли к выводу что Соединенные Штаты как никогда близки к достижению ситуации когда одним ударом они могут уничтожить ядерный потенциал России и Китая и даже если в каком году это было это в 86 году Foreign Offers в март-апрель даже если бы оружие Соединенных Штатов было на 20% менее надежным и на 20% менее точным и далее они завершают что в этих условиях даже ограниченная система ПРО достаточно она гарантирует от того ничтожно малого потенциала который может быть использован в ответном ударе в 80-х годах президент Рейган объявил стратегическую оборонную инициативу это серьезное мероприятие но наличие в СССР такого количества большого ядерного потенциала особенно так называемых ракет Сатана которые они назвали гарантировало в любом случае ответный удар который не устроит возвращаясь к встрече Горбачева и Рейгана когда они договорились по ограничению наступательных вооружений и там кстати была констатация факта о том что в ядерной войне не будет ни победивших ни проигравших это мы обсуждали не раз в этой студии неужели американцы думают что они могут нанести ограниченный ядерный удар по России и по Китаю вывести из строя скажем какие-то узловые ключевые узлы нашей экономики нашей обороны и в конечном итоге остаться неуязвимыми может быть это какой-то фильм Армагеддон что-то из области голливудских каких-то идей как вы считаете вы упомянули Михаила Горбачева и вот первое соглашение они действительно сыграли серьезную роль и вот так называемая концепция ядерной зимы вовремя была подготовлена и у нас с академиком Моисеевым и с той стороны и спекулируя на этом удалось как раз содействовать сокращению стратегического ядерного потенциала но это было использовано вот в пользу Соединенных Штатов осознавших что невозможно парировать ответный серьезный удар воевать воевать ну наверное не будут ядерным оружием но я еще раз вот я попытаюсь показать ниже что к 15-му 20-му году действительно фактически у нас остается ничтожно малый потенциал он оценивается как мне представляется полутора сотнями ракет к 15-му 20-му году Соединенные Штаты потенциал перехвата поднимут до 300 блоков и вот это будет демонстрация того более того они параллельно работают над концепцией на своей территории с территории США нет у них три эшелона вот я как раз да и более того значит вот исходя из этого они предпринимают решение предыдущее вот решение перед так называемой Европро или точнее самым последним модификацией было не очень удачно когда они приняли решение разместить противоракеты в Польше а радар в Чехии но это уже очевидно что это было неудачным и по политическим соображениям они не отказались и перешли вот на второй эшелон корабельная система которая находится на судах и вроде бы сейчас они ее отрабатывают размещают в Средиземном море возможно в Черном море это вроде бы ближе к Ирану и тут никаких вопросов вроде бы не возникает но подоплек это вот в чем это мобильное средство базирования они там приобретут опыт опыт взаимодействия что-то такое а в нужный момент они могут передислоцироваться в северные акватории как раз на те участки над которыми в случае чего может ответный удар ничтожно малым числом ракет которые нацелены на северное на восточное побережье Соединенных Штатов у нас есть три дивизии в Тверской области в Ивановской области и в Калужской области именно они это не секрет нет тут у нас все проставлено вот именно они как раз и нацелены на восточное побережье именно против них вот эта корабельная система будет использована наши последние разработки так называемых новых ракет 21 века они связаны с тем что мы в общем-то почему-то решили что пуст должен сшлен по так называемым низким настильным траекториям это как раз есть не что иное как удобие для вот этих корабельных систем тем более что американцы уже испытали возможности корабельных систем по меньшей мере они сбили спутник который летел много выше и с большей скоростью вот эти вот моменты как раз и настораживают они готовятся прикрыться прикрыться антиядерным зонтиком и вот сейчас технологически это возможно благодаря тому что арсенал прежде всего России Китай тут в меньшей мере деградирует как в количественном так и в качественном составе именно деградирует именно деградирует вот на этом слайде демонстрируется динамика изменения количества ракет России и выносимого ими значит забрасываемого веса здесь выделена желтая область которая помечена как многозарядная баллистическая ракета именно они и вот упомянутая сатана способны нести например одна эта ракета у нас лучше называть воевода несет 10 боевых блоков потенциал каждого из них в 40 раз выше чем то что было использовано в Японии но самое примечательное что помимо реальных блоков она оснащена несколькими ложными тяжелыми блоками и более чем тысяча я хотел бы обратить внимание легкими ложными блоками есть в принципе 4 способа преодолеть противоракетную оборону интересно итак первый способ я хотел бы подчеркнуть что речь идет о защите от ракет летящих по баллистическим траекториям мы собственно об этом и говорим межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок какие это способы первый самый надежный который я уже поминал и благодаря которому еще с нами считаются это одновременный запуск сколь нибудь значительного числа ракет одновременно оснащенных серьезным количеством реальных блоков и вам многократно большими ложными блоками невозможно в нужный момент идентифицировать что что ложное что именно это и именно эта ситуация вот завершаться после 15-20 года второй способ это придать невидимость в отношении радиолокационного обнаружения ракете и боевого блока например оснастить их плазмой облаком плазмы есть такие работы проводились у нас и были получены серьезные результаты именно как раз но там требуется довольно серьезное оснащение по весу только сатана воевода может нести третий блок это совершить полет не по баллистической траектории а путем маневра вот если представить что вот это земной шар в 100 километров выше окружает плотные слои атмосферы начинает менять траекторию да я придаю импульс и когда на большой скорости боевой блок подходит к плотным слоям атмосферы он отталкивается так же как камень если бросить вдоль и потом вот он виляет виляет и невозможно предвидеть предсказать этот способ не реализуем сейчас у нас благодаря ничтожно малому забрасыванию если такое понять и даже соединенные штаты в свое время пытались не сделать его и есть четвертый способ о котором говорил верховный главкомандующий если по истечении какого-то времени полета боевого блока придать ему какой-то импульс влево вправо тогда траектория меняется и вот те ракеты которые могли бы встретить уже в неведении они не могут не могут реализовать но увы поскольку эта версия нами была принята уже 15 лет назад широко рекламируется Соединенные Штаты это все знают и они предприняли ряд мер направленных на выявление вот этого маневра из-за благовременной подготовки к его парированию какие-то меры они установили радар в Норвегии он вблизи полигонов с которых проводятся пуски баллистических ракет подводных лодок Ниноксы и Плесец уже стоят давно далее они разместили два радара в Тихом океане вот вблизи как раз и побережье Евразии в частности Камчатки где находится полигон куда падают наши боевые блоки Насколько наша противоракетная оборона способна перехватить американские А никак у нас нет как таковой У нас сейчас только есть кое-что вокруг Москвы но оно не совсем серьезно поскольку создавалось давно и оно не в состоянии перехватить Вот в этой связи я хочу задать вам вопрос связанный с тем событием которое произошло на этой неделе это появление нового вида вооруженных сил военно-космических войск они официально хотя в той или иной степени они существовали просто они сейчас скажем структурированы вышли на дежурство и я хочу предложить вам сюжет как наш президент открывает радиолокационную станцию в Калининграде Первым рубежом защиты России от угроз стратегического характера станут войска воздушно-космической обороны новый род войск сформирован по решению Дмитрия Медведева он объединяет силы и средства космических войск с системами ПВО и противоракетной обороны в состав войск включены также космодром Плесец в Архангельской области и испытательный полигон Кура на Камчатке командный пункт воздушно-космической обороны размещен в Подмосковье в мирное время в его задачи входит управление наземными боевыми соединениями развертывание орбитальных космических группировок и оповещение руководства страны о военных опасностях и угрозах таких как запуски баллистических ракет на этой неделе воздушно-космический информационный щит России укрепила радиолокационная станция нового поколения в Калининграде она даст возможность военным видеть старты ракет в радиусе 6000 километров на всю глубину европейского континента включая акваторию Северной Атлантики еще одна новейшая радиолокационная станция будет введена в строй в следующем году в Иркутской области только что мы с вами стали свидетелями постановки нашей РЛС на боевое дежурство приведение в состояние боевая работа естественно что радиолокационная станция предупреждает о ракетных атаках а также выполняет другие функции и обеспечивает защиту наших интересов на наиболее ракета в опасном направлении Насколько появление нового вида вооруженных сил усилит наши позиции в геополитическом и ядерном противоборстве со странами НАТО и Соединенными Штатами Америки Действительно есть такое понятие стратегическое военно-космическое направление Да Вот логично объединять средства противовоздушной обороны прежде всего возможно объектовое средство противоракетной обороны в одни руки и вот это есть реализация видимо этой идеи но увы это касается лишь тех целей которые не являются баллистическими межконтинентальными боевыми блоками которые приходят там из межконтинентальных баллистических ракет и даже из баллистических ракет подводных лодок это возможно в какой-то мере может парировать потенциал авиации и крылатых ракет но для этого нужны очень серьезные усилия я полагаю что шаг сделан в правильном направлении но это не гарантирует тем более есть целые направления где фактически у нас сейчас нет противовоздушной обороны а на некоторых направлениях вот и особенно вот севера плохо вот это открытие радиолокационной станции и все остальное это относится пожалуй к системе предупреждения о ракетном нападении есть такая СПРМ и она призвана своевременно получить информацию что что-то такое летит летит в сторону вот ежели там никто не сказал что это испытательное то информация передается по линии верховному главнокомандующему для принятия решения и действительно вот если будет массовый полет то это будет указывать что надо принимать меры и применение стратегических ядерных сил возможно в трех вариантах это в данном случае ответ на встречный ракетный удар мы видим что на нас летит и мы должны запустить наши средства до того как на них завалится и сколько у нас времени там ничтожно мало время оценивается минутами минутами первыми минутами и вот действительно спрн а она включает и радиационные станции дальнего обнаружения наземные и космические средства там тоже плохо у нас у нас есть целая территория когда соединенные штаты мы не можем покрыть в этом плане вот так таково предназначение вот этих систем предупреждения вопрос как специалисту мы успеем запустить наши ракеты у нас же были ракеты базирования на поездах на тягачах которые ездили по маршруту сейчас они сняты с боевого держуства тем самым по сути дела мы потеряли последний шанс вы очень интересную тему затронули действительно одно время был создан боевой железнодорожный ракетный комплекс но вы я рад что мы от него избавились а вот интересное мнение потому что очень много критики по отношению к этому решению ну как же там наоборот говорили что это такое нет критика я подчеркиваю что я рад что мы избавились от боевого железнодорожного ракетного комплекса оснащенного ракетой которая стартовый вес имела более 100 тонн она имела действительно 10 боевых блоков менее мощных чем сатана но серьезных но что неприятно блок разведения боевого оснащения был оснащен двигателем на жидкостных компонентах ракетного топлива они самовоспламеняемы я бы мог показать конструкцию вот в пределах метра три длиной где оснащены 10 боевых блоков значит средства для выработки электроэнергии далее два из мягкого алюминиево-магниевого сплава бака с самовоспламеняющими компонентами ракетного топлива это означает ежели по каким-то причинам халатности произойдет железнодорожное крушение либо специально подготовленные люди сведут этот поезд то после воздействия серьезных нагрузок на блок разведения произойдет деформация наколется эти боевые блоки начнется пожар и благодаря значит прогреву будет взорвано обычный заряд в составе значит боевого оснащения и будет серьезнейшее радиоактивное заражение эти боевые разнорожные комплексы простояли фактически все время вблизи крупнейших городов и рек под открытым небом провоцируя серьезнейшие террористические действия анализируя с политической точки зрения с геополитической точки зрения все что происходит представляется что все же это вопрос большой политики возвращаясь к самому началу все понимают что в ядерной глобальной ядерной войне я думаю понимаем и мы и все же понимают и американцы потому что знаете про-про но что-то проскочит что-то так сказать там не сработает техника из техника и куда-то все же шандарахнет вот это такой технический вопрос и сегодня нет наверное ни одного здравого человека на мой взгляд здравого человека который все же представляет что это ядерная война ну я имею ввиду здорового человека психически как у нас так и у американцев что эта война возможна и что она нужна то ли нам то ли американцам Я прекрасно понимаю, что американцы хотят доминировать. Вообще все хотят доминировать. И конкуренция сырьевая, финансовая, экономическая. Это как бы удел человечества в его неумолимом движении к прогрессу и в нашем мироощущении сегодня. Что вы можете сказать в рамках будущего нашего? Что нас ждет? То, что война общепринята, вражда естественный порядок вещей в природе и что все в ней природе или одно создается за счет другого, сказал еще Гераклит. Как быть сейчас? Какое решение? Поскольку стратегические ядерные силы, я имею в виду ракетные войска стратегического назначения, дислоцированные не обязательно здесь в Европе, а в центральной части России, именно там стоят зарядные шахтные ракеты, несколько десятков, уже первых десятков сатаны воеводы. Вот это есть сдерживающим фактором, потому что они далеко от границ. Подлетное время для крылатых ракет, их малая скорость, и даже подлетное время для баллистических блоков, есть время, что что-то такое там сохранится в ответном встречном ударе. Далее их траектории проходят через Северный полюс, там корабли пока не плавают. И вот в этом направлении нужно предпринимать усилия, чтобы сохранить. И пока мы будем иметь десяток-другой, тогда, видимо, с нами будут считаться. Спасибо, Петр Григорьевич, очень интересная беседа. Мы коснулись практически всех вопросов, связанных с ПРО. Я думаю, что не все так безнадежно, и все же мы найдем способ договориться и прийти к какому-то консенсусу, в том числе и со странами НАТО. Соединенными Штатами Америки и странами Европы. Я хочу вас поблагодарить. Большое спасибо. А мы завершаем нашу программу. Сегодня мы обсуждали заявления президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева по ПРО в Европе и искали выходы из создавшейся ситуации. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!